Привет, друзья! Мы продолжаем проходить сноу раннер на максимальном уровне сложности. Давайте вспоминать, что там в прошлый раз было. Итак, друзья. В прошлый раз мы завершили задание гнездо, выполнили все... Использовали, да, все три попытки для его завершения, так сказать. И сейчас нам надо отправляться на островное озеро. Значит, как мы поступим? У нас есть низкорамник с рампой, и на нем уже погружена бетонная плита. Но, как мне абсолютно правильно подмечал мой подписчик, мой зритель, что действительно там все это есть. И я фигней занялся, и зря это все делаю. Поэтому низкорамник оставим здесь. Не знаю, понадобится он для чего-то или нет. Но пусть он пока здесь побудет. Нам точно понадобится Pacific для того, чтобы притащить сюда цистерну. Но, возможно, какая-то другая машина потащит, не знаю. Но вот, как бы нам понадобится тягач. И мы его возьмем тоже на островное озеро вместе с нашей основной машиной, плитстаром. Можно было, конечно, взять этот низкорамник. Но, ребят, правда в том, что нам надо будет тащить груз в порт. Там есть уже один низкорамник. Мы его не разгербанивали. Вроде там металл должен быть, и как раз бетонная плита. Но, опять же, как мне говорили, да, мои зрители, я тут уже какую-то фигню начал делать. Поэтому мы просто тут это оставим. Возьмем с собой Pacific. Попробуем организовать связочку. Сделаем такой автопоезд. Достаточно длинный. Так, закреплена. Закреплена. Так, это, видимо, минимально. Насколько подтягивает ребяточка. Давай, тащи, ты что? Тяжело, что ли? Е-мое, ребят, смотрите. Тяжело. Pacific. Ну, ему не должно быть тяжело здесь, на самом деле. Тащить эту машину. Не знаю, о чем. Решил у нас отдохнуть. И это с прокачанным двигателем. Как бы машинка не должна отдыхать в таких местах. Я понимаю, что ему тяжело в горку избираться, но... Так, вот здесь прям поедем. Ты что? Ты же трактор, да? Ты должен прям, прям переть и переть. Да, если он и так делает большую окружность, чтобы повернуть. Будем вот здесь поворачивать. Важно за Фритстара наблюдеть. Я считаю, чтобы он ничего не растерял. Ну, здесь лучше, конечно, немножко поверху бы поехать. Как-то вот так. Там что-то крен довольно сильный. Не очень хорошее место для Пасифика в плане разворотов и прочего. Ну, что поделать. Будем надеяться, что все там поместится. Можно было здесь, конечно, съехать. Но здесь вот... Крен, да? Можно было тут скощунить. Ну, давайте, ладно уж, поедем прямо, потому что машинке требуется большой радиус разворота. Не будем фигней заниматься. Просто вот так вот поедем. Как бы мы на тракторе должны преодолеть все это дело. Трактор тащит машину с выключенным двигателем. Поэтому Пасифик вообще никак не тратит вот это вот топливо, да? Ну, я бы, на самом деле, сейчас его заставил это топливо тратить. Машина на привязи, ребят, она не очень много тратит горючего. Даже если помогает как-то ехать. Мы в этом уже убеждались много раз. Конечно, горючее сгорает, но не так сильно, ребят. То бишь, можно, в принципе, и включить двигатель. Можно было там по островкам поехать. Это да, но давайте, ладно, по дороге лучше. Будем придерживаться дороги. Здесь как-то более по прямее, что ли, тут. В принципе, так вот вместе и доеду, я надеюсь. Можно кое-где попробовать отключать двигатель. Но вот видите, сразу машинка начинает задумываться. Как бы тащит, да, вот этот вот Пасифик. Но так задумывается, будем честны. То бишь, он хочет, конечно, чтобы машинка помогала тоже как-то ехать. И действительно, это работает. То бишь, такую тяжесть... Надо, чтобы он помогали тащить. Ну, а тяжесть там нормальная. Да и расход у него тоже значительно увеличивается без помощи. С помощью уменьшается. Ну, в общем-то, делает резонным все-таки помощь Флитстара включить. Видите, сейчас он 9, там где-то 8. Да, до этого 14, там с лишним тоже было. Так, тут у нас какая-то приличная яма. При подъезде к домику, да? Где мы таскали вот эти бетонные блоки. Две единицы этих бетонных блоков перли сюда. По сложному маршруту, ребят. Я бы даже сказал, по очень сложному маршруту. Ну, давай, тащи. Давай вот на пониженной немножко прокатишься. Ну, а немножко только. У этого Пасифика, ребят, в основном, я думаю, за счет только лишь диаметра колес. Вот это вот все. И его широкой базы. Вот тут неплохо идет. Опять же, в кавычках, да, неплохо. Пришло так же легко засадить, на самом деле. Пасифика, да, неплохо. Десять, выйдем. Газончики. Так, если я сейчас выключу двигатель у Флита, расход примерно такой же. Здесь у более-менее твердая земля. Можно, наверное, врубать движок у Флитстара. Надо стараться машинку держать попрямее. Здесь вот можно было скащунить, но здесь, видите, всякие там бугры. Не уверен, что мы тут нормально проедем. С другой стороны, почему бы и нет. Да, здесь бугры, но посмотрим. В сам овраг мы не полезем. А, не хватает, смотрите, да, мощей-то? Чтобы вот без помощи. Это все-таки хватает. Что-то он там пытался, пытался, да? Ребята, мы смотрим все возможности, которые нам машина предоставляет. Ну, вот эта елочка прям очень нехорошо здесь. Хотя мы можем ее объехать, либо сбить. Такие елочки может сбивать Pacific, я думаю. Мы одну такую уже сбили. Тут очень важно, чтобы машина всеми колесами соприкасалась с поверхностью вот этой вот непонятной земли, да? Ой, смотрите, какой расход топлива у него колоссальный, да, становится все вот так вот. И что-то типа тут это, стрял, да? Так, ну давайте, ладно, включим, может, это как-то ему поможет. Нет, ему поможет только лишь вытолкнуться за счет вот этого дела, потому что он конкретно начал у нас. Так, снова сцепочка тут. Видите, какая неприятная, да, ситуация? Там двигатель у нас вроде работает, нормальный ход, поехали. А, не может, да? Вот здесь вот мы конкретно засаживаемся. Ну, он по грязи пытается, понятное дело, ладно. Вот из-за вот этого грязевого участка, конечно, и не стоило. Сейчас мы на землю его нормальную выведем и потом протащим флипт. Флипт там так же сам, что-то пытается крутануть колесиками. Который мы отключили благополучно. Так, где тут у нас... Нам надо создать сцепку. Так, что это за показать урон? Нет, отправиться на странное озеро, все. Так, а здесь, наверное, машинки порознь пойдут, ребят. Порознь и не пойдут, потому что... Так, потому что нам нужно взять цистерну и оттащить ее через болото на Сметвильскую дамбу. Хорошо бы, конечно, вот эту цистерну, но нет, как говорится, да? Потому что у нас нет низкого седла. Хотя здесь какое седло-то нужно? Да, по-моему, низкое ей нужно. Ну, ладно. Так, где там у нас база? Вон там вот. Ага. И вот здесь вот нету, да? Это вот... Лучше всего на эту базу, ребят, ехать не через вот эту вот ситуацию здесь вот проезжать, а, наверное, проезжать мимо вот этих вот цистерн. Одной цистерны. И вот так вот ехать. Потому что здесь болотец такой, и мы с грузом просто завязнем конкретно. А можно, конечно, было бы вот здесь попробовать проехать, но там такая топь, что, наверное, нет смысла это даже пробовать делать. Так. Ага. Или все-таки сделать так. Потому что ехать-то меньше придется. Так. Ну, здесь вот ехать не вариант, потому что дорога очень стрёмная. Через лесопилку, вот. Почему бы нет, как раз заодно заправимся. Так. А где у нас цистерна с хорошим количеством топлива? Так. Здесь вот 65. Вот это вот получается нам надо цепануть 70%. Да. Ее должно быть достаточно. Значит, как мы поступим? За ней у нас поедет Pacific. Ну, да. она как раз на нем. Здесь пока дозаправляться не будем. цистерна нам будет нужна, чтобы еще там бревна вот эти вот возить, как-то заправляться, все вот это делать. так, как бы так. Подъехать, чтобы сразу развернуться, можно было. Так. Думаю, хватит места для разворота. Так. Можем, в принципе, так уж и быть, наверное, заправить немножко от малой цистерны, чтобы большой, да, горючего не брать. Так, пересаживаемся. И всё-таки, наверное, ребят, поехали мы через вот эту вот ресопилку, блин. Через ресопилку, ребят, поедем. Потому что там вот это болото ужасное, да, там короче получается, но за счёт болота мы больше потратим, чем где-то выиграем. А так, сейчас поедем, да поедем мы повыше. Где-то полный привод будем включать, имеется в виду, да, и полный привод, и на автомате кое-где поедем. Здесь вот грязь, поэтому на повышенное вот так вот объедем. В принципе, мы тут катали, примерно какая дорога, знаем. Совсем в ужасную грязь будем стараться не лезть, так как получится. По дороге у нас ещё будет цистерна. Так, надо обязательно держать машинку, не дать ей резко куда-то развернуться. Дорога, конечно, стрёмненькая, но ехать по ней вполне можно. Дорога, конечно, в принципе. вот так вот по чуть-чуть помаленьку и да придем пасифик еще надо отправить на драмонт я так думаю каким-то образом придумать эту ситуацию так проезжая мимо мы обязательно заправимся заправить фулово залились поехали дальше тут у нас пяти слотовик там кстати можно было скачу нить что я особо не присматриваюсь там можно было по моему через домик скачу нить на дорогу сейчас это заметил но хотя как скачу не тому болото ребят как мы там бы скачунили да через болот что у нас есть повышенная которая неплохо держит скорость такую средненную неплохо толкает машинку вообще здесь топчик вот это повышенное вам хочу сказать благодаря этой передаче очень многое здесь прям очень хорошо получается сделать если что будем полный привод где-то подрубать машинка задумается так здесь мы вроде бы да скаут тащили помочь по моему по вот этой вот дороге как раз мы его и берлил кто здесь у нас скажется грузовые контейнеры берутся И скорее всего С автоматической погрузкой Может нет, не знаю А если автоматическая погрузка То это платить надо Так, машинка у нас что-то Решила завалиться на бок Потом передумала Так, вот здесь у нас Неприятная грязь Которую мы пройдем, я надеюсь На повышенной С полным приводом Так, тут вот задание На время, кстати, можно было попробовать Его сделать Так, вот она, да, база снабжения Доехали, ребят Относительно без приключений Относительно, конечно Так Давайте разгружаться Пока светло Этап завершен Так, вот понадобится нам или нет Тележка, большой вопрос Ага Не знаю Значит, как мы поступим? Наверное, оставим все-таки Тележку здесь Или с собой взять Нет, открытым все-таки Что-то вот не припомню я такое испытание Как оно вообще работает Как оно вообще работает Так Важный заказ Так, запчасти для машин Топливо Металлические балки Бетонная плита Нам уже в Блэк Ривер Надо машину гнать Че я туплю Хотел сделать задание на время Так, а что за задание на время вообще? Давайте посмотрим Состязание Горящие бочки А где эти бочки? 3,350, 370, 10 минут Так Горящие бочки Че-то я не вижу никаких бочек 10 минут, да? Куда может за 10 минут приехать? Ааа Вот сюда Понятно Ну тут, видимо, она с намеком Что как-то вот так ехать Я подозреваю А это удлинит, конечно, маршрут Но 10 минут, ребят Чем за 10 минут не доедем, что ли? А бочки-то где? И сколько их там тащить Надо этих бочек Ладно, давайте, знаете, что сделаем? Даже не знаю Че-то там не вижу этих бочек Так, стязание Избегайте эвакуации, пересесть гараж Попыток 3 Попыток 3 Ааа Блин, они по... Так, ладно Выдвинуть опоры Блин, ребята, они появляются Ага, понятно Надо было сразу этот кран, блин, приготовить Начал, блин, тупить в кнопках Так, паковать Установить Блин, немножко не так, как я хотел Ну ладно Сейчас Выяснять особо времени нет Я хотел, конечно, колеса Разместить Вот этот вот груз Ну ладно, пусть там болтается Посмотрим, как мы там Сколько у нас минута была потрачена Блин, надо же Там область очерчена Что как будто бы бочкин в лесу где-то Думал, появятся эти стрелочки И по ним сориентируемся, где бочки надо находить В принципе, времени должно хватить Если даже по вот этой дороге поедем Главное, сильно не торопиться Сколько ты, блин, а? Горящие бочки, блин Вот не помню я это задание Может, я его даже не выполнял, ребят Реально не помню Так, уже три минуты, между прочим Вот тут 10 минут дается, так что Поедем по вот этой дороге Давали времени, будем знать, минут 8 Мы, конечно, бы, наверное Начали там кощунить Раз дают столько, то Тут поедем И заправляться Не будем Там у нас, если что, есть маленькая канистра Перед выходом Я на ходу уже так пытаюсь Подрассуждать еще, к сожалению Темнеет Я, собственно, побыстрее нажал на кнопку Думаю, сейчас совсем темно будет Теперь мы нифига не увидим Четыре минуты, но половина Вот сейчас через лесопилочку Попилочку Просто на повышенный, ребят, идем Пока просто на повышенный Так, половина времени прошла Оба близко уже, так-то Сейчас вот этот грязевой этапчик Надо будет каким-то образом Пройти Так, 6 минут, да Чем много, блин, становится, ребят В принципе, я думаю, мы и тут Можем проехать Что-то прям грязь жестковатая Пройдем так Так, вот еще Ай, поверь, началось, да Так, давайте вот так сделаем Ну, тут дерево вот это положили Понятно, оно не тонет, это дерево Я не знаю, почему оно не тонет Выяснять мы сейчас этого не будем Попробуем его тут объехать Утонуло только сейчас Почему-то Что за бред вообще Надо же, прям вот дерево, да, вот так вот положили Так, куда оно там 7.30 Да успеваем, что я Вот подлянку сделали Разрабы Дерево там положили Поперек, которое, блин, тонет Но поздновато За 8 минут доехали Еще 2 минуты в запасе были Я думаю, что вот так можно выполнить все Три попытки Давайте отсюда машинку выведем Так, нам машинка будет нужна В Black River Выполнить задание Ну, раз тут горящие бочки Вот эти вот Еще пара заданий По-любому их придется Уполнять Наверное, стоит ими заняться Все-таки за них Тут нормально так Платят Опыт дают, да Теперь-то мы знаем Где там бочки Вот эти вот Они, оказывается, появляются Ребята Здесь вот Дерево Дерево, оно Как-то сказать Сразу не тонет Когда в него упираешься Я его видел, когда ехал Подумал, что оно Провалится вниз Но он не провалился Это же какое-то, видать Видать, особое дерево Сразу не проваливается Специально, чтобы останавливать Надо его как-то Левее, что ли, обидеть Левее, конечно, грязь Глубокая Но что и делаешь Куда она машинку поставить? Ее подзаправить бы, конечно, по-хорошему И ночь бы переждать Тоже по-хорошему Далеко везти Ее надо, блин, за этим Горящими бочками Мы даже могли заправиться По дороге И, в принципе, времени бы все равно хватило У меня еще такие, ребят Которые выполнимые задания Поэтому, раз они выполнимые Давайте их Пробовать выполнение Так Дерево прям Параллельно нам лежало Могли упереться конкретно Сейчас проезжали мимо Можем 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 Так, чё я тут поехал-то, чтобы дорога прям жесть. Я тут поехал, чтобы сэкономить горючкого ребят. Так, давайте поглядим. Вот здесь, если мы поедем... Здесь есть некоторый вариант проезда, но это 100% болото. Мы тут как-то уже по-моему ездили, прям жесть. Но пока мы порожняком, мы можем попробовать, посмотреть что и как. Поэтому давайте порожняком пока поедем. Наметим, где здесь вроде как можно проехать. Вот так вот, да? Может быть и тут можно будет эти бочки, если что, повезти. Хотя здесь дорога стрёмная сам по себе. Ну ладно, сейчас посмотрим. Блин, тут ночь. Ночь. Так, камни, дерево. Я ничего не вижу. Фары включили. Так, какой-то лаг случился и управление пропало. Лягушки закватили. Да, помню это место, тут уже ехали, ребят. Пни. Ну я уже заехать даже не могу здесь. Супер болото. Да, не зря я тут не хотел ехать. Как бы знал, да, что это тут будет. Тут вроде как вот здесь было как-то можно проехать. И это-то всё фигня. Вот, представьте, с грузом, да? Не, мы в это время колоссально потеряли. Так что, ребят, здесь проехать не получится. При всём желании. Так, ну что там, мы там упёрлись ещё. Смотрите, а на карте здесь отмечено как воды нету, да? Вот как сделали. Вот как сделали. Интересно. Думаешь, ага, такой тут проедешь, а тут вон болото вообще жестчайшее. Ну я так и думал, что нас тут облапошат, как обычно. Хорошо, что сразу здесь не поёт. Как бы было очевидно, что здесь обманка. Вот эти вот деревья лежат, но они тонут, когда их потом прикасаешься. Но они не всегда тонут, как мы выяснили, да? Есть деревья, которые, в принципе, и не сразу-то токут. Так, ну что-то тонуть не будешь. О, потонуло вроде, да? Вот такое дерево там вот лежит, которое упирается там, потом очень долго взаимодействует с машинкой, потом тонет. Вот, конечно, все обманки, ребята. На карте здесь нет воды. Так что разработчикам не зачёт за такую карту. Я понимаю, что они хотели как-то нас надурить, да? Но это, мне кажется, немножко нечестно так поступать с игроками. Если уж вода есть, ты там как-то покажи, что там вода есть. А то какие-то области обозначены, какие-то нет. Так, что мы тут кружить сейчас будем? Так, что за фигня, блин? Так, что за фигня, блин? Я, главное, заворачиваю вправо. Он куда-то влево идёт, блин. Причём влево-то идёт? По югу, что ли? Так. Да, вот это идеальное место, чтобы встрять, когда выполняешь задание на время, да? Ну всё, мы посмотрели, мы сюда не судимся, ясное дело. Жесть, ребят, вот сколько мы тут ковырялись и сколько топлива сожгли. Не было смысла абсолютно. Ну а на карте показано, что типа всё круто как бы, да? Что там сухо, типа проехать можно. Ну-ну. Так, здесь вроде где-то у нас бочка появлялась. Давайте сразу приготовимся. Так, да и в принципе можно ещё раз проехать. Так, состязание. Принять. Чё, опять не там где мне надо было, да? Или там где надо? Ну сейчас вроде получше. Блин, 30 секунд на это потратили. Всё, по болоту мы не едем, ребят, это бред. Это полнейший бред ехать по этому болоту. Здесь, правда, мы колею уже накатали. На повышенная машина вполне успевает доехать. Надо только придерживаться курса и не снижать скорость. Ну и там, да. У-у-у. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, заправить... Заправили машинку... И едем дальше... Такая остановочка была, да? Пит-стоп, ребята... Подзаправились там, вот это вот все сделали... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, половина с небольшим прошла... Времени... Вот так вот мне нравится, как груз расположен, когда везешь один палет... Так более-менее центр тяжести... Мне кажется... Удачнее... Черт ее знает, пишите, кто что думает по этому поводу... Если приходится груз... Одну единицу везти... То как его лучше располагать... На портовом... На портовой платформе... Я думаю, что вот так вот оптимальненько... Именно под колесами... Вот как-то так, да? В принципе, тут ночью тоже можно катать... Вот такие задания выполнять можно и ночью... Почему нет? Так, опять какие-то лаги непонятные... У меня после таких лагов... Управление отключается... Ну, это косяки разработчиков... Я им написал, они мне там в фигню всякую ответили... Так... Типа, систему там переустанови... Еще что-то сделай... Компьютер новый купи... Вот этот вот... сейчас вот это бревно утонуло которое мы вначале уперлись и вот видите можно в принципе уже проезжать несмотря на то что мы колею здесь уже прокатали такую нормальную вот времени принципиально важно главное успеть за то а тот срок который нам отвели 3 350 неплохо ребят неплохо забираем и в принципе что едем дальше почему не выполнить все три пока машинка здесь бревна утонула да да там кольярик этот я вот с этим соглашусь что там колья но так даже интереснее посложнее будет сейчас по колее по этой шуровать надо стараться выполнить эти задания на время потому что они там потом будут зависнуть неприятным образом так а здесь может уперлись это пень что ли еще не видно было ладно ну давай кати упрашивает пониженную смотри качок так я вот что подумал давайте наверное здесь через лесопилку вернемся не будем вот так вот все это объезжать здесь дерьмово ребят дорога здесь вот показано что где-то вода есть где-то ее нету на самом деле тут везде это вода тут фиг мы проедем вот здесь может быть было бы быстрее но не факт короче карта что то как то не очень нам здесь помогает ладно накатали колью уже прилично надо разобраться с этим островным озером уже потому что дальше у нас блэк ривер идет да вот я смотрю на задание блин не смотрю на дорогу вот Продолжение следует... 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 Да, машинку так подколбасивает сейчас хорошо. Все-таки уже и колея накатана определенная. Здесь вот в тот раз мы неплохо так проезжали, а уже сложнее. Так, подпрыгиваем. Что там такое? Понятная фигня какая-то. Все нас хочет задержать, ребят, в этой заезде. Все абсолютно. Полбак сожгли. Новое задание выполняем, не просто так едем. Стараемся так же экономить как можем. Видите, даже двигатель глушил. Хотя, наверное, не стоило. Так, мне там звонят, но я вырубил. Ну, естественно, звонят, стоит только серию начать записывать, и сразу звонить начинают, еще что-то. Так, спасибо. Ещё-о-о, да. Там, по-рус NAS, что-то на . Там, по-рус. А ссо-о. Продолжение следует... Да, ребят, серия затянулась, но я хочу добить вот эти бочки, обязательно, чтобы потом уже на них не отвлекаться, потому что тут тоже так приходится время потратить с этими бочками горящими. Продолжение следует... Так, сейчас посмотрим, как по этим грязям поедем. Так, давай. Ох, накатали мы тут жесткую колею, конечно. Приходится на пониженной пытаться что-то сделать. Продолжение следует... Так, а там что она решает? Опять какое-то дерево, смотрите, мы в него первуюсь прям... Вот это вот. Натягивает, смотрите, да? А я в это не верю, ребят, она нас не пускает. Прям натягивает, смотрите, да? Вообще прям не ломается, ничего, блин. Так, а у нас трогаешь 10 минут, поэтому вполне себе везде успеваем. Так, ну чё там с камерой, чё... Почему не показывает дорогу? Так, тут тоже уже накатано конкретно. Птички летают. Успеваем, нормально. Есть, у нас 18 уровень, ребят. 227 900. Нормальный ход. Теперь машинку надо везти в Блэк Ривер. Так, подождите насчёт Блэк Ривера. Да, Блэк Ривер, потому что там сейчас мы... Притащим цистерну. Или всё-таки на Драмон. На Драмон всё равно надо через всю карту ехать. Наверное, всё-таки Блэк Ривер, ребят, поехали. Блэк Ривер Здесь лучше в атаку уже, потому что колея уже просто капец как накатана Тут тоже самое Машинка здесь не сядет, потому что уровень еще недостаточно, грязи глубокий Но колея накатана уже прилично, поэтому ехать там на понижайте только осталось Так, предлагаю остановиться и подумать Заправимся может Давайте заправимся Итак, если мы поедем на болото Да, мы проедем через всю карту, но потом выйдем на Блэк Ривер А если мы поедем, например, здесь Ну, тоже так прилично колесить Но в результате мы попадем сразу на Драмонт Чтобы попасть на Блэк Ривер, нам придется пересечь Смитвильскую дамбу А здесь мы сразу попадем на Драмонт Что нам на Драмонде надо? Металлические балки и бетонная плита В порт Ага Я не уверен, ребят, но по-моему там все это есть Ладно, давайте так поступим Пока делать ничего не будем Оставим все как есть Эта серия была посвящена фактически тому, что мы доставили груз Выполнили задание Горящие бочки Ну, станция вес заготовки, понятно Подсвечивается Это баг, ребята, это к разработчикам Почему оно Подсвечивается Так, важный заказ А, нет, подсвечивается то, что здесь взять можно, да, что-то Металлические балки, кстати, можно взять Ага, металлические балки, да Интересно Понятно Металлические балки это хорошо, хотя они у нас и там есть Так Давайте-ка перейдем на время Так, Драмонд, это в порт Перейдем на время на остров Драмонд Здесь я, конечно, не знаю, что у нас Но там, по-моему, тоже балки и плита бетонная Бетонная, как я думаю Если мы вот здесь выйдем То нам будет очень, ну так, нормально довести все это дело Ага Ну и здесь можно, в принципе, взять, да, прицепчик Ну, в принципе, думаю, не стоит ничего фигней страдать Наверное, все-таки как поступим, ребят Я думаю, мы все-таки здесь вот поедем Опять же, через лесопилку, через заправку На Драмонд Попробуем притащить туда вот этот вот Низкорамный с рампой Хотя хорошо бы это сделать, конечно же Пасифику В любом случае, Пасифик туда тоже надо гнать Почему? Потому что нам надо будет еще груз корабля брать А там надо две машины, либо одной, несколько заходов делать А груз корабляет вообще куда? Так На Дамбу Я так подозреваю, что Ну, допустим 14-100 Ну, я примерно знаю, куда это, ребят, надо везти Ладно Посмотрим Пока оставим все как есть Там потом разберемся, ребят Но, скорее всего, я все-таки поеду Повезу Флитстар На Драмонд Хотя это не точно Может быть, все-таки через болото поеду на Блэк Ривер Почему на Драмонд? Потому что там Сразу можно попытаться выполнить это задание Драмондовское Там, по-моему, уже нету этого Замочка Нету, да? То бишь, либо это, либо это Вот они оба висят То бишь, где мы ближе окажемся? Просто если ехать сейчас на Сметвильскую То мы ее все полностью будем проезжать И потом только попадем на Блэк Ривер А так мы сразу попадаем на Драмонд Да, проезжаем через карту Но тут, в принципе, не так напряжно Плюс там есть заправочка Мы через нее можем проехать И, в принципе, все должно получиться Наверное, так и сделаем В это же время отправим наш Пасифик П-16 На Сметвильскую дамбу Для того, чтобы он доставил цистерну с топливом И потом как-нибудь с ним тоже разберемся Ну, вот как-то так, думаю, будем действовать Давайте посмотрим на наши достижения на сегодня 227 Почти 228 косарей Очень неплохой результат 18 уровень получили 94% завершено Ну и все это, ребят, на сложном режиме Здесь это можно посмотреть Ничего нигде не менялось Я же благодарю вас за просмотр Всем удачи и пока Пишите, кто что думает Оставляйте свои комментарии Обязательно оставляйте оценки Лайки или дизлайки Я все читаю Всем стараюсь ответить Всем пока-пока, ребят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok